Микс Ньюс Здравствуйте, это программа Разворот. Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Сегодня в гостях у нас оперативно-дежурная государственная пожарно-спасательная служба Андрей Созолинч. Добрый день. Добрый день. Поговорим мы сегодня об актуальных событиях, но сегодня как никогда жарко. Мне кажется, как раз таки вот об этом мы и поговорим. И какие опасности это создает. Там, конечно, это может быть приятно и замечательно после зимы, наконец-то, погреться на солнышке. Но я так понимаю, что у пожарных как раз таки работы в это время прибавляется все больше и больше с учетом того, что еще и сухо, и люди активно на природу выбираются и не всегда, наверное, действуют внимательно и за собой, и с другими тоже не приглядывают. Ибо всем об этом мы поговорим. Если у вас есть вопросы, задавайте, звоните 672-12-93-9 672-13-93-9 Старайтесь до конца, наконец, программу не откладывать звонок, чтобы мы обязательно успели его принять. И можете нам в WhatsApp тоже писать 230-6191 Зачитаю ваши или комментарии, или вопросы. Вот как раз таки сегодня с утра прям назвали Латвию, сравнили с пороховой бочкой. Как вы можете подтвердить, что это действительно так, что наши леса так пожароопасны? Если действительно, если посмотреть статистику за последний месяц, в том числе пришлось мне также дежурить и на прошлые выходные, которые были более длинные, чем обычно, и действительно количество вызовов пожарной охраны увеличилось, в принципе, в три, даже в четыре раза. Поэтому, конечно, много что связано с климатическими условиями, действительно, влажность довольно на низком уровне, и поэтому любое неосторожное обращение с открытым огнем, в том числе был бы это мангал, костер, или это курение в местах, где возможно загореться либо прошлогодней траве, либо лесу, действительно, это очень-очень опасно. Вот если не про прошлогоднюю траву, мы тоже поговорим попозже, как вот эти пожары именно в лесах возникают? Ну, понятное дело, что люди там не ходят, спички не раскидывают. Наверное, тоже вряд ли там курят и кидают вот эти окурки. Это кто-то проводит какой-то пикник, или это само возгорание происходит? Как? Чаще всего, действительно, эта причина является тем, что люди проводят время рядом, возможно, не именно в лесу, да, то есть где-то оставленный костер, который может раздуть, попасть искры в лес, и таким образом, конечно, перейти горение непосредственно уже в лес. Либо возгораются поляны, которые чаще всего рядом расположены с лесом, и таким образом переходит пламя тоже в лес. Если про прошлогоднюю траву поговорить, вот вы, я сама была свидетелем на прошлых выходных, как раз таки ехала в одну сторону, пожар происходил, была пожарно-спосредственная служба, тушили, и на следующий день, проезжая мимо участка, там просто все поле выгорено, и стоит дом, и, наверное, каким-то чудом его не затронуло. Вы общаетесь с этими людьми, что они говорят, их мотивация, их предупреждают, говорят об этом во всех СМИ, радио, телевидение, социальные сети уже всеми возможными каналами пользуются? Да, действительно, но мотивация довольно разная. Естественно, надо напомнить о том, что, во-первых, это запрещено законодательством, и за это даже предусмотрены штрафные санкции и штраф. Но чаще всего люди думают о том, что таким образом это самое простое и доступное решение очистки своей принадлежащей земли, территории и прочее. Но они же знают, что это опасно? Они знают, они, я думаю, до сих пор надеются, что если поджечь только то, что они задумывают, то обычно так никогда не получается, потому что, действительно, как вы сказали, довольно сухо, плюс довольно ветрено, и поэтому такие довольно многочисленные случаи наблюдаем сейчас. Государственная пожарно-спасательная служба опирается на прогнозы погоды. Вы смотрите, что, например, вот на этих выходных планируется очень тепло, жарко, поэтому вы там количество бригад, например, увеличиваете? Количество бригад у нас постоянное, без изменений, но по метеорологической сводке мы действительно обзванием коллег, которые согласны в случае необходимости в свой выходной день участвовать в тушении пожаров. Действительно, такое происходит. Мы можем также установить немного выше минимальное число пожарных, которое должно быть на пожарных расчетах. Вот только-только трава сейчас беспокоит на сегодняшний день, трава и лесные пожары, общее количество пожаров увеличивается. Дело в том, что пожары, травы и лесные пожары часто бывают причиной дальше возгорания каких-либо уже зданий и прочее. Поэтому не зря одной из таких опасностей это то, что они могут переброситься пожары на и жилые здания, и сельфостройки, и прочее. Поэтому, конечно, общее количество тоже возрастает. В прошлом году был большой пожар, крупный это Талсы, горел потом Волойн, такой был тоже год сложный, наверное, для вашей службы, и какие-то новые вызовы из Белоруссии приезжали, помогали и вертолеты использовали. Как часто вот эта техника необходима для того, чтобы, например, сухую траву, может быть, ее удобнее с вертолета, но это же и более затратно по деньгам? Да, такая практика не используется. Это именно при тушении травы, но во время тушения пожаров, которые в основном занимается государственная лесная служба, у них также есть договоренность насчет использования вертолетов, и он довольно часто применяется в случаях, когда невозможно подъехать пожарным расчетам ближе к месту пожара. То есть это вертолет не ваш, это вертолет национальных вооруженных сил с его помощью. То есть надо запрашивать. И они нам никогда не отказывают. Это по деньгам как-то сказывается, или это, ну, есть какая-то договоренность, по которой они... Эта договоренность нам лишь стоит позвонить и попросить о помощи, и они, в принципе, тут же... Ну, смотря, у тебя сводка какая и прочая, да, есть какие-то особенности, то есть они уже принимают решения. То есть не бывает такого, не может быть в принципе, что вы, например, там смотрите, что, ну, вроде как можете справиться со своими силами, поэтому не надо там лишний раз... Нет, от этого не задумываемся, конечно. Есть у нас звонок, надевайте, пожалуйста, наушники. Звонил нам слушатель. Перезвонить. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Можно задать два вопроса? Вопрос первый. Считает ли ваш гость, что наша муниципальная полиция либо не работает, либо занимается чем-то не тем? Потому что в теории есть пагост, а у этой пагосты есть муниципальная полиция, и если она правильно выполняет свои функции, то все территории у нас будут ухоженные, то есть трава будет не более 500 метров, все листья будут вовремя собраны, и тогда эту траву невозможно поджечь, там гореть будет нечего. Это первый вопрос. А и второй вопрос. Ваш гость сказал, что сложная обстановка на эти выходные, мы обзваниваем всех коллег, и они согласны на выходные вернуться на работу. А я хочу сказать вашему гостю, что у вас в части нет ни одного пожарного, который бы не работал на двух или даже трех работах, потому что выжить на эти деньги пожарному невозможно. И считает ли он этой ситуацией нормальной, когда пожарный после работы идет на другую работу? Повторюсь, у вас ни один человек не работает только в пожарном. Спасибо. Спасибо. Мы начнем, наверное, с первого вопроса. Да, если сказать насчет первого вопроса, насчет ответственности... Муни... Муниципальная полиция. Да, муниципальная полиция, естественно, она в зависимости от своих ресурсов, я думаю, что делает все возможное, потому что мы организуем в том числе вместе с ними рейды по предотвращению того, чтобы поджигали люди. То есть ездите и смотрите? Да, но это уже как бы борьба с последствиями получается. Да, насчет законодательства, то, что оно уже и в данном случае, правила пожарной безопасности говорят о том, что надо действительно соблюдать порядок, чтобы не было возможности произойти возгорание на любых участках земли. Конечно, это тоже требует массовых ресурсов, но то, что наша служба уверена и ассоциация пожарная о том, что действительно уже надо бороться с причинами, да, и поэтому, то есть как бы хозяин земли, в принципе, собственник, у него уже в данный момент есть обязанности содержать в таком порядке, чтобы действительно не было возгорания. Ну, насчет того, как еще это повлиять, может ли поднятие штрафов, допустим, или прочее, то есть уже, естественно, надо проверять до сезона, когда уже начинается возгорание, то есть либо осенью, либо все прочее, да, то есть довольно много служб этим занимается, но, к сожалению, мы уже боремся с последствиями, и много тысяч выездов действительно мы связываем тушение пожара травы, которые могли осенью уже, в принципе, привести в порядок. Какой на сегодняшний день штраф за поджог? Разный штраф от 80 до 700 евро за поджог. Вне зависимости от частного лица. Ну, видите, там довольно сложная проблема того, чтобы это надо доказать, то есть найти человека, кто занимается этим, и обычно практика показывает, если мы приезжаем, и там даже находятся люди какие-то, то, возможно, они подожгли, но они уже, в принципе, участвуют и в тушении также уже этого места, да, поэтому это не наши прерогативы, а разыскивать людей. Мы, естественно, занимаемся тушением пожара. Бывают такие ситуации, что вы приехали, например, уже все разгорелось, вы потушили, и после этого человека штрафуют. Ну, как бы, все равно же он виноват, все равно же он поджег эту траву. Да, но мы не занимаемся. Вам известно? На месте, если экипаж встречает людей, которые, возможно, занимались поджогом, действительно, как вот только что был вопрос задан, и вызывается муниципальная полиция, и они разбираются дальше с причинами, действительно, было ли это так, если свидетели и прочее. Нам сейчас надо прерваться на новости рекламы, не переключайтесь на второй вопрос, мы обязательно, наш гость старается ответить во второй части. Мы продолжаем программу «Разворот». Оперативно-дежурная государственная пожарно-спасательная служба Андрей Созлович у нас в гостях. Перед перерывом на новости рекламу слушатель задавал вопрос по поводу работников, их количество, их занятость, насколько улучшилась ситуация, действительно ли, ну, получается так, что люди работают, ну, знаем, что такая ситуация была однозначно, но в последние годы вроде как и зарплату поднимали, и что-то делали для этого. Как на сегодняшний день обстоит ситуация? Да, ну, не зря я сказал то, что мы, естественно, интересуемся. Во-первых, это не работа, а служба приоритетная. Во-вторых, конечно, естественно, мы у работников спрашиваем, согласны ли они в то время быть готовы и быть на связи, и то, что мы их попросим, естественно, участвовать в тушении пожаров. Что касается насчет вторых работ и все прочее, то, естественно, поступая на службу, человек обязуется, что другие работы, они не будут мешать приоритету службы. Ну, насколько часто на сегодняшний день, мы знаем, что это была нормальная практика пару лет назад, когда там человек работал, например, в государственной пожарной спасательной службе, служил и там по вечерам, по выходным в сервисе, например, да, там что-то делал. Да. На сегодняшний день, насколько часто? Ну, количество я, может быть, не смогу прокомментировать. Действительно, люди заняты, то есть график располагает к этому. Поэтому, если эта работа не мешает и не создает конфликт интересов, то, в принципе, работникам это не запрещается, и действительно, многие используют эту возможность. Примем звонки у нас по двум линиям. Добрый день. Я прошу прощения, я второй раз дозвонился, вы не ответили на мой вопрос. Ответьте коротко, недолго. Считаете ли вы, что муниципальная полиция виновата в этих пожарах, потому что это они некомпетентны? И на второй вопрос. Нет ни одного у вас пожарного, который бы не работал на второй зарплате. И если вы утверждаете обратное, значит, вы не знаете свою работу. Вас сейчас слушают все пожарные города. Спасибо. Но мне кажется, наш гостья не говорил о том, что они не работают. Да, действительно. Я сказал, что многие используют, потому что график располагает к этому. Я сказал то, что никому не запрещается. И я сказал о том, что мы, естественно, для того, чтобы позвать людей в свободное дежурство за планированное время, мы с ними договариваемся. Так же само было тушение лесного пожара в Алтгаве. То есть абсолютно было набрано комплекты людей. Не было такого, что их не было достаточно. Естественно, сейчас, в последнее время, мы используем также ресурсы. И очень часто работников вызываем со свободных смен. В том числе используются бюджетные средства, которые оплачивают сверхурочные часы. Поэтому как бы с этим сейчас проблем нет. Насчет работы не утверждает. То есть действительно многие работники работают. И это я уже, считаю, как бы ответил. Насчет муниципальной полиции, естественно, за порядком следит Паша Валдыба. То есть конкретно их ответственность, это уже политический вопрос, но не наш. Пока будут возгорания, естественно, мы будем выезжать. Естественно, мы об этом информируем, что много выездов на конкретные пожары. Естественно, это трата ресурсов. Не только топлива, естественно, пожарные. И намного повышается их нагрузка ежедневная. То есть это количество пожаров. Плюс, естественно, если мы заняты тушением травы, то люди должны также рассчитывать, что время прибытия, оно может быть намного больше. То есть если в определенном городе есть пожарная служба, определенное количество расчетов, и если мы заняты тушением травы, то во время пожара, где реальная опасность будет для людей, мы приедем намного позже. Надевайте наушники, еще один звонок примем. Здравствуйте. Добрый день. У нас в Локио на днях пожар был, а у нас очень много там территорий, которые заброшенные. Никем не эксплуатируется ничего. Там остался мусор со старых хозяев. Еще жители кидают очень много мусора. Кто вообще должен все эти территории привести в порядок? Ну что там такая... Там и химия, там все что угодно кидается. Если опять пожар начнется, это же будет и дым, и вольт. Спасибо. Да, ну, насчет этого, похоже, очень вопрос. Естественно, вопросом порядка содержания земли, это надо обращаться в местное самоуправление. То есть они, в общем-то, несут ответственность, которую не всегда... Но вы на них злитесь, вот так, по-человечески? Бывает такое, что вот недосмотрели, почему? Ну, бывает. Там тоже, естественно, есть свои нюансы, но если выезд, то, естественно, мы не можем отказываться от выезда. Едем, всегда помогаем. Но при этом иногда какие-то негодования можете испытывать, я так понимаю. Возможно, да. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, можете звонить и задавать свои вопросы. И в WhatsApp нам тоже писать 2-3-0-6-1-9-1. Вопрос у меня по поводу, вот если мы, да, об актуальных вещах, не только пожарами занимается ваша служба, еще и спасательными работами. И последнюю неделю, конечно, нельзя не поговорить о том же Дегловском мосту, который, ну, сейчас он закрыт. Говорят о том, что он опасен. У вас проходило какое-то, не знаю, предупреждение или обучение по поводу того, что если вдруг что-то случится, вы будете готовы и знаете, как действовать в таких случаях? Ну, вы рассматриваете худший сценарий то, что что-то может быть с мостом и, возможно, обрушение. Ну, если вдруг, да, что-то происходит. Да, естественно, обучение, оно и до этого проводилось, и до большой катастрофы, то, что было связано с золей туда, да, то, естественно, методика, техника и все прочее. Мы занимаемся обучением ежедневно, то есть пожарные, основное время днем, если это не выезды, то они проходят определенные методические материалы, осваивают, естественно, так же самопрактически занимаются, то это бесконечаемый цикл, как бы, такое получается. Надевайте наушники, примем еще звонок. Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос к вашему гостю немножко в другой плоскости. Лежит. А вот в полицию у нас ходила по школам, там, в костюме бобра и так далее. И, может быть, это кажется смешным взрослым, но детям это смешным не кажется. И мне думается, что вообще неплохо было бы вам, как пожарным и спасателям, идти в школу и объяснять детям, что нехорошо бутылки кидать в лесу, что эти бутылки могут сработать, как линза, что нехорошо старник или кул, а то есть таки, поджигать, потому что это может привести к тому-то, к тому-то и к тому-то. И потому что надежды на, извините, взрослых дебилов, которые этим занимаются, то есть нет никакой, что они перестанут это делать. Но вот надежда на детей определенная есть. Но этим, как я понимаю, особо не занимаются. Не хотите попросить средства из бюджета именно на то, чтобы идти в школу и работать с детьми? Спасибо. Спасибо. Да, действительно, хороший не только вопрос. И информация, дело в том, что действительно мы занимаемся. Дело в том, что школы часто используют возможность просто в любом виде позвать. Обычно занимается этим пожарная инспекция, то есть они приходят в школы и рассказывают об мерах предосторожности, о действиях в случае пожара и о прочих. Может быть, вот такая специфика насчет того, что именно старой травы или нет, но действительно через детей уже везде доказано, что информация со школы они приносят. Также домой рассказывают родителям то, что было, и это довольно эффективно. Также есть и пожарный музей, который часто посещают школьники, ну, может быть, чаще Рижским, просто поближе как бы, да. И там также сами показывают и фильм о том, что нельзя делать, и как не допустить пожара, так же само, как действовать и прочее. Да, действительно, можно было бы еще больше намного, да. Есть определенные даже фильмы, снятые для того, чтобы, ну, как действовать в чрезвычайных ситуациях, да. Довольно много информации на нашей страничке, не только в интернете, но также и в Фейсбуке можно, в принципе, посмотреть много информации, и видеоматериалы разные, и советы, и брошюры, и прочее. То есть, работает в этом тоже направлении, да. Это как компания происходит, вот как, да, сейчас там с велосипедистами? Ну, да, ее подбирают, естественно, к актуальности проблемы, то есть, если это отопление, если это то, то, конечно, к зимнему сезону, если это к весной, то больше так. Сейчас, естественно, ведется компания также об осторожности, нахождение на водоисточниках, да, зимой это на льду, но вот, к сожалению, тоже число утонувших превышает 100 человек ежегодно, да, это очень-очень большая потеря, и очень действительно много информации мы насчет этого через масс-медиа и все прочее тоже стараемся дать. Про водоемы еще поговорим чуть позже, вот про детей еще. Это должна исходить инициатива от школ, они должны, ну, вот как-то записаться, да, поинтересоваться, или это вы как-то распространяете, не знаю, отправляете в школу через директоров учителей, что вот есть такая возможность? Да, дело в том, что если я могу судить по своей семье и по детям, то есть, у меня вот пошла дочь в первый класс учиться, она пришла, в принципе, перерассказала инструктаж, который не проводила пожарная инспекция, а действительно школа, да, и довольно подробный со всеми аварийными номерами в случае действий пожара, то есть, я думаю, что это в школьных программах действительно есть. И судя по последним изменениям в правилах Кабинета Министров, которые также предусматривают обучение по гражданской обороне и прочее, да, то есть, в этом направлении тоже, я считаю, чувствуется движение вперед. Ну, и надеюсь, что это действительно осознанный выбор школы, а не потому, что к ним пришла дочь спасателя, они знали о том, кого они учат. Пишет нам слушатели в WhatsApp, здравствуйте, 30 лет назад листья осенью собирали в кучу и сжигали, даже в городе. Было больше жителей в Латвии, значит, и чаще ходили в походы в лес, разводили там костры. Было ли больше пожаров на душу населения или столько же? Может эффективнее не штрафовать и запрещать, а учить на практике правильно и ответственно обращаться с открытым огнем. Нам родители всегда говорили, не сжечь костер в ветреные дни, следить за костром, гасить его, уходя, заливать как следует водой. Ну, вот 30 лет назад, не знаю, может быть, у вас есть информация. 30 лет назад я не скажу. По статистике, конечно, если за последние, с 2011 года, то все равно пожары, которые связаны с этим, это больше тысячи. То есть в 2011-м, 1700, в 2013-м, 2000 и более. Насчет того, что… Именно лесные пожары. Это то, что связаны пожары с травой. Насчет лесных пожаров и всего прочего больших, там действительно очень многое зависит от климатических условий. Насчет того, сжигать или не сжигать, дело в том, что есть правила самоуправления, которые в том числе и указывают на то, что можно ли сжигать, как вот вопрос был, насчет листьев и всего прочего. То есть по пожарным правилам безопасности запрещено сжечь прошлогоднюю траву на поле. Запрещено. А дальше надо смотреть каждый, в зависимости от того, в каком самоуправлении он живет, он должен смотреть правила самоуправления, которые могут отличаться кардинально в зависимости от того, где они находятся, что рядом и прочее. Ну, кстати, траву нет, листья сухие забирают осенью. Можно собрать и самоуправление. Но Рига точно знает, что собирают, поэтому это возможно тоже можно пользоваться. Про водоемы перейдем мы уже к летнему сезону окончательно и к летним удовольствиям, которые могут совсем не в удовольствие превратиться. Уже информация о том, что первые утонувшие уже в этом году есть. Что вы можете сказать? Это много, мало, как обычно это происходит. Да, к сожалению. Там тоже влияет вот именно протяженность сезона, да, то есть насколько жаркое лето, насколько быстро оно начинается, совпадает ли хорошая погода с выходными длительными и все прочее, да. Ну, к сожалению, проблема, я считаю, довольно такая серьезная, да, то есть гибнет людей даже больше, чем на пожарах, да, количество, в принципе, погибших на пожаре, ну, не стремительно, но оно падает, да, то есть информация как бы насчет этого довольно много. Ну, насчет этого, это, ну, скажем, наша служба тоже довольно много информации вкладывает в то, чтобы объяснить людям, что нельзя, нельзя прыгать, естественно, в места, там, где вы не знаете, да, нельзя прыгать так, проезжая мимо, вижу, с мостов прыгают. Даже бывали случаи, когда в моей практике, что мы достали человека утонувшего, только полиция уехала с места происшествия, мы еще не собрались, все равно люди дальше продолжают прыгать, да, хотя вот на их глазах, в принципе, погибли люди. Ну, естественно, просто, естественно, резким образом заходить, резкий перепад температуры после физических нагрузок и все прочее, да, то есть, естественно, лучше всего плавать, где глубина не превышает ваш рост, плюс делать это, ну, осмотрительно, в знакомых местах. Какие-то кампании в этом году планируются социальные по предупреждению, напоминанию, если лето будет таким же жарким? Ну, естественно, я не проинформирован, про это не знаю, но не всегда есть, в принципе. Про крупные пожары, которые в последнее время были, дом на Канцема тоже был крупный пожар, каково было его тушить? Ведь там была еще и возможность какого-то обрушения, потому что все горело. Да, ну, пожар, если говорить о пожаре на улице Канцема, который произошел в прошлом году, 25 ноября, в ночное время, естественно, по прибытии первых уже экипажей было понятно, что пожар довольно обширный, плюс здание, ну, как бы, в тот момент оно не обслуживается, то есть все, что угодно можно было, плюс там частично были работы, там были, очевидно, разобраны какие-то перекрытия, и поэтому это все способствовало распространению пожара, да, плюс довольно большая площадь горения, и через какое-то время действительно определили ситуацию, что возможно обрушение зданий, и поэтому пожарные расчеты вывели изнутри, то есть обычно тушение пожаров, как часто вот люди комментируют, то есть снаружи довольно мало ресурсов, на самом деле все тушение происходит изнутри здания, и поэтому действительно в определенное время приняли решение, что должны выходить расчеты и производить тушение только уже, в принципе, снаружи и с автолестницы подъемников. Примем звонок от радиослушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот в период такой длительной завтраки, трава на газонах тоже сухая, как порох, и особенно если бросить окурок непогашенный, да, и если валяется еще какая-то, ну как иногда бывает, ветер разносит упаковку или полиэтиленовые эти мешки, кульки, сухие листья. Можно покороче вас попросить. Вот не нужно все-таки организовать регулярный полип улиц, как это было раньше, с водозабором из Даугавы. Это делалось и утром, и днем, и поливали деревья, и газон. Спасибо большое. Что скажете? Да, ну это, наверное, тоже вопрос самоуправления, но там уже речь идет, допустим, если это в городе, да, то там такой травы я нигде не видел, которую можно поджечь, то есть если это пару сантиметров, и как уже один из жителей, кто звонил в студию, он прекрасно сказал, что если все убрать и не дать возможность возгорания, то пожаров не будет, потому что гореть нечему, даже если кто-то нечаянно бросит окурок или еще что-то, то если гореть нечему, то и пожаров не будет. Мы вот начали про Маккалнцем оговорить, и если так за пределы Латвии выйти, пожар, который потряс, конечно, на прошлой неделе всех, это Нотр-Дам. Вы вот как пожарные спасатели, коллеги наблюдали за этим, потому что многие говорили, ну, потом, конечно, и ответ был, что там стояли, просто наблюдали, потому что ничего нельзя было сделать. Это же просто такой масштаб огромный. Насчет людей наблюдали или пожарная охрана наблюдала? Да, что пожарные не могли тушить по каким-то там причинам, потому что там нельзя было заливать тоже, там кто-то возмущался. Ну, как всегда люди, конечно, знают со стороны как лучше. Да-да-да, возможно, просто можно рассказать, начиная с того, что довольно, естественно, пожар довольно специфический. Многие, во-первых, там было из того, что уже доступных информаций у нас в медиа, 400 пожарных. Надо понимать, что такое количество людей, работая под такой нагрузкой, естественно, периодически меняются. Поэтому довольно часто у людей складывается мнение, что они просто стоят. На самом деле определенное время работая, чтобы, потому что пожарный тоже человек, естественно, спецодежда и все прочее, оно только, естественно, удерживает на определенные опасные факторы. То есть это должно постоянно персонал меняться. И поэтому одно из таких, что действительно кажется, что они стоят и смотрят. Естественно, они стоят, отдыхают и смотрят за распространением, наблюдают за конструкциями и все прочее. Я считаю, что, судя по тому, что получилось спасти довольно много, естественно, исторические объекты, большой высоте горения, большая площадь и все прочее, я думаю, что там хорошо сработали. Но вы как служба латвийской, возможно, между собой, неорганизованно это было, вы обсуждали, анализировали, как-то просматривали? Я думаю, что отчеты более детализированные, действительно, они появятся немного позже, потому что на данный момент еще определяется причина возгорания, конечно, недоступна еще информация о полных объемах горения и прочее. Но анализировать будете, смотреть? Да, конечно. Как за работой коллег. По поводу персонала еще был вопрос, насколько молодые люди рвутся на службу, и используете ли вы их, вот если у вас вызов, например, да, у вас молодой специалист, и вы их используете как единицы, чтобы они опыта набирались, или наоборот, они вам, ну, отягощают, только надо отвлекаться на них? Насколько много людей хотят служить у нас? Я думаю, что у нас определенные вакансии есть, но это чаще связано с водителями пожарных автоцистерн, то есть это уже люди, которые получили С-категорию и все прочее. Молодежи, я думаю, что довольно достаточно, она ни в коем случае не обременяет, но есть определенный промежуток времени, когда он должен получить квалификацию, и это порядка шести месяцев, когда он получает разрешение действительно работать в зоне риска, в дыхательных аппаратах и на высоте. До этого, естественно, он учится, он смотрит, как работают коллеги, и испытывает не меньшую нагрузку, поверьте мне. Но желающие есть или вы испытываете нехватку? Я думаю, что есть достаточно. В соцсетях тоже за вашей службой приятно наблюдать, я бы сказала, какие-то, когда бывают, вы спасали зимой, по-моему, или оленя, который застрял на озере, не мог пройти, и бобров, и кошек снимаете постоянно, тоже мы получаем сообщения об этом. В социальных сетях появляются фотографии с какими-то милыми животными, и с Пасхой тоже поздравляла служба, достаточно забавно, с интересом. Это от вас исходит, от самих сотрудников вы так хотите коммуницировать, или это приходит, не знаю, отдел по работе со СМИ, говорит, надо быстренько что-то придумать? Я думаю, что нет, насчет специально никто не подсказывает, идеи действительно иногда довольно креативные, естественно, фотографии, которые потом выставляются, они привлекают внимание даже, ну, довольно приятно, да, то есть это с места происшествия каких-то, это заранее ничего не запланируешь, и, да, спасательная работа, это с каждым годом количество растет, то есть тоже может говорить о том, что население доверяет нам и чаще вызывает, и по довольно разнообразным случаям, в том числе, естественно, если у вас необходима помощь, реальная помощь и опасность есть для любого животного, то мы никогда не откажем. Большая толока надвигается на нас уже завтра, она произойдет по всей территории Латвии, как Государственная пожарно-спасательная служба будет участвовать в этом мероприятии? Да, мы тоже участвуем, естественно, и также у наших депо есть приближайшая территория, которую мы стараемся ежедневно, естественно, убирать, но когда уже такое мероприятие, просто побольше ресурсов и сами участвуем, также, где учебный наш центр и места, где мы также проводим спортивные наши мероприятия и все прочее, да. Ну, вполне возможно, что фотографии из этого мероприятия появятся в соцсетях, так что будем следить. Спасибо, удачи вам в вашей нелегкой профессии, оперативной, дежурной, государственной пожарно-спасательной службы. Андрей Созлович был у нас в студии, программу провела Анастасия Смоловская, Евгений Копейн помогал нам за звукорежиссерским пультом. Спасибо, всего хорошего.